25 сентября в Национальной художественной галерее Хазине прошла выставка Беляр осень 1236 года, в организации которой существенный вклад внесли ученые КФУ. В такие короткие сроки удалось вот эти вот иллюстративные материалы, все эти рисунки сделать, потому что уже какие-то наработки были, несколько работ уже готовых, созданных до этого, вошли в книгу, и все это помогло вот именно в такой короткий срок создать такую книгу. Выставочный проект поведал о важных переломных событиях в истории Волжской Булгарии, когда монголы завоевали это государство и захватили ее столицу Беляр, которая в древнерусских летописях именуется Великим Городом. Авторами идеи являются автор книги Беляр осень 1236 года Константин Руденко и директор издательства Заман Марат Гривзянов. От Казанского федерального университета участвовали проректор по внешним связям КФУ Ленар Латыпов, руководитель высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия КФУ Айрат Ситиков. Кстати, как отметил Айрат Ситиков, ежегодно около полутора сотни человек проходят археологическую практику на Белярской базе. Совместно с Академией наук Татарстана ведутся раскопки по изучению каменных сооружений и других объектов. Ученые КФУ ежегодно проводят экспедиции на территории Городича. Всем известно, что о восстановлении историко-культурного наследия Республики Татарстан ратует государственный советник Татарстана Ментимир Шаймиев, который был почетным гостем на выставке. О чем мы заговорили, когда взялись за такие проекты, что это делается от души для души и людям обязательно понравится, вот это по жизни оправдывается. По мнению Ментимира Шаймиева, настало время обратить более пристальное внимание на изучение такого значимого историко-культурного памятника Татарстана, как Беляр. Адель Шамилова, Диана Паскарь, Ленардо Вольтьяров, Универ Ньюс.